Приветствую вас, друзья, и предлагаю вашему вниманию выпуск самых интересных новостей. Я, как всегда, постарался собрать все самое топовое и актуальное. Ну и давайте, без излишних предисловий, перейдем уже ко взору. И начинаем мы с российской легенды ММА Федора Емеляненко, который назвал лучшую страну для жизни, кроме России. Федор прежде подчеркнул, что никуда не переезжал из России, любит свою родину и, переживая тяжелые времена в России, которые были и, возможно, еще будут, Федор хочет разделить их со своей страной, но при этом отметив, что если вдруг случится какой-то форс-мажор, то он бы смог переехать, наверное, в Сербию, отдельно дополнив, что в Сербии он себя чувствует как дома. Но далее Райан Гарсье, проваливший тест на допинг накануне в день боя с Дэвидом Хейни, может вздохнуть чуть свободнее, поскольку боксер был оправдан по одному из пунктов обвинения. А тем временем Кори Сентхеген обращается с просьбой к Умару Нурмагомедову. Кори Сентхеген очень надеется на то, что его соперник Умар Нурмагомедов до боя, с которым осталось почти три месяца, не будет тренироваться слишком усердно и на этот раз сможет избежать травм, ставшими причиной отмены поединка в прошлом году. И даже попросил передать данное послание Умару, чтобы он поберег себя к поединку и не травмировался вновь, чтобы они смогли провести долгожданную схватку. А вот топовый боец Колби Ковингтон в интервью вызвался на бой с Хамзатом Чимаевым, а также предрекает разоблачение Хамзату. Эй заявил, что был бы очень заинтересован в пятираундовом поединке с Чимаевым, сообщив, что всегда хотел драться с Борзом в главном событии и не думает, что Хамзат долго продержится, поскольку его кардио выглядит не очень хорошо. Вспомнив бой Чимаева с Усманом, где Чимаев боролся с ним в первом раунде и не причинил ему никакого вреда, а во втором и третьем раунде он просто по инерции шел к победе. Хаус думает, что Хамзата скоро разоблачат, поскольку у него нет хорошего кардио и он не так хорош, как все думают. Ну а далее я вам ранее сообщал, что некий Никархо Ибрагим Исмаилов боец Поп ММА совершил ДТП в центре Питера на арендованном авто. Как сообщает следствие, спортсмен пытался перелететь через мост и врезался в его раздвижную часть. Потом он выскочил из искореженного автомобиля, бросил в нем травмированную пассажирку и его запечатлели камеры видеонаблюдения, как он уходил с места происшествия. Конечно же, его поймали и теперь отправили в СИЗО. В отношении бойца Поп ММА возбудили уголовное дело за приведение транспорта в негодность, повлекшее по неосторожности, вред здоровью, средней тяжести. В общем, Никархо грозит три года колонии. В суде парня защищали три адвоката. Во время слушания Ибрагим признал вину и заявил, что готов помочь пострадавшей. Кроме того, он пожаловался, что тоже получил открытую черепно-мозговую травму в той аварии. Боец UFC Вячеслав Борщов рассказал, что сделает паспорт в США, чтобы у детей было два варианта. У меня есть грин-карта, а через 4 года смогу смело подавать документы на гражданство США. Пока не знаю точно. Наверное, сделаю паспорт, чтобы у детей было два варианта. А то мой сын американец, а дочь россиянка. Ни туда, ни сюда. И двигаем к Максу Новоселову, который отбывает срок заключения. Как стало известно, Новоселов заключил договор и вышел из тюремного заключения, подписав контракт на СВО. Ну а далее, как многие знают, что налоговые долги часто должника ставят в неловкое положение. И даже задолжав небольшую сумму, к примеру, в 30 тысяч рублей, на должника могут наложить запрет на выезд из страны и многое другое. Однако есть куда более страшные суммы. И, как сообщается, популярный спортсмен Хабиб Нурмагомедов задолжал государству налогов на 306 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Мэш. По их информации, в настоящий момент счета в Хабиба промоушене Eagles FC и благотворительном фонде заблокированы. Предполагаемая причина – недостоверные сведения в официальных бумагах. Но еще к одному скандальному заявлению. Официально, как все в курсе, Артур Биттербиев снялся с поединка против Бивола по причине травмы, отметив, что их бой состоится но чуть позже. Однако есть опасения, что Артура Биттербиева лишат чемпионского пояса, если в течение недели он не предоставит доказательства о своей травме, которая отменила главный бой года Бивол Биттербиев. По этому поводу с официальным заявлением выступила организация WBO. Махачев рассказал хитрость Хабиба в поединке с Парье. «Я уважаю Дастина, но не его гильотину, потому что я никогда не видел, чтобы он кого-то ей финишировал. Может быть, однажды он это сделает, но это буду не я». Ислам поклялся Всевышним, сообщив, что перед поединком с Дастином Хабиб сказал ему «Эй, возьми меня в гильотину, я хочу это почувствовать. Я дам ему шею и заставлю его устать. И это то, что мы делали в раздевалке перед поединком». Ну и в завершении, Дана Уайт рассказал, что приглашал Владимира Путина на бой Хабиба против Макгрегора, отметив, что такие персоны приглашены всегда. Рассказав, что Трамп чаще всего смотрит их поединки на пей-пер-вью, ностальгически вспомнив, что это были хорошие времена. И со времени того боя прошло уже более шести лет. Ну и на этом, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. Ну а с вами ваш преданный канал Абреки ММА. И кто еще не подписан, подписывайтесь. Также поддержите ролик своим чемпионским лайком, накидайте любых комментариев для продвижения. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну и услышимся в следующем ролике. Мира всем, добра, пока-пока.